Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь. Посмотрела я парочку видосов вчерашних. И у пиратов новая тема. Да, тухлая-тухлая, как эти куриные ноги. Голени, ноги, ну, какая разница? Главное, не лапы. Куриные, куриные, не Нинкины. Короче, ребят, не знают они уже, что снимать. Уже просто снимают самую настоящую тухлятину. И на этом делают контент. Значит, Нину опять порвало с утра. Опять она не в духе. Опять не в духе. Злющая-презлющая. Потому что ей, оказывается, пишут столько советов, что если она будет слушать все советы, то с голодухи помрёт. И она не собирается худеть. Нет, она не собирается худеть. И не будет она худеть. Она просто будет чуть-чуть урезать себе порции. Ну, конечно же, урезать порции. Как жрала, так и будет жрать. Ребят, не будет она худеть. Вот я даже удивляюсь тем комментаторам, которые ей пишут советы. Хотя, не знаю, не видела я там никаких советов. Ну, возможно, где-то на Дзене ей строчат советы. Как она говорит, у неё там адекватные подписчики. А на Ютубе такое себе. Короче, рычала-фырчала. Орала, что я вас не просила ваших советов. И пошли вы со своими советами подальше. Короче, целый видеоролик, да, посвятила с утра, пока там бодяжила, разогревала и готовила мук-банк, да. И при этом всё Вовку звала. Вовка, постель застилай. Вовка, попу вытер. Давай, иди сюда, показывай, или хорошо вытер. Ой, ребят, это такой смех, знаете, вот когда она орёт. Вовка! Сразу тут представляется, да, анекдот про Вовочку. Ой, этот Вовочка бедный, с дрожащими ручками. Уже боится, боится лишнее слово сказать Нинке. Ну, он только говорит то, что ей нравится, да, писька. Но ей же нравится быть писькой, а не любимой, дорогой и драгоценной Сюси. И пусть её не устраивает. Ей нужно обязательно быть писькой. Какой там волосатой, или какой там он её, или лысой, называет. Короче, целый видос вопела-фырчала. Всё её не устраивает, худеть она не будет. И так они уже и газировку не пьют. А раньше чё, они только не пили. Раньше Нин-бабосы у вас были. А теперь приходится клянчить, да. Клянчить любишь ты, прибедняться, да, на стримах. Клянчить денежки на сардельки, на сосиски. Денег теперь нет, да. Ты у нас нищая, но в то же время успешная, да. Такая успешная, шо, даже блеск для губ купить не можешь. А пользуешься просто самой дешманской егенечкой. Значит, чё у них там дальше? Дальше по сценарию, ну или не по сценарию, кто его знает. Вроде выкинули они эти ноги вонючие. Показывает, два лотка купила ног. А они тухлые. А она хотела там суп с них забодяжить, и не получилось. И мыло перемывала, и шкурки хотела снимать. И Вовку завала, чтобы готовить. Но ничего не приготовила. Обваняют, и всё. Нин, ну чё, надо было сварить. И точно бы похудела. Ну, на несколько килограмм точно похудела бы. Как просвистала бы тебя так капитальненько, как говорит Калюня, да, кубанец, кабанец. Да, кабанец, и кубанец, и кабанец. И прополоскала бы хорошенько тебя. И точно бы, точно бы схуднула. Чё добро выбрасывала, только собакам желудки испортила. Короче, и этот видеоролик, ребят, целый видос бубнела. Практически целый видос. Даже пошла в креслице, присела, чтобы повозмущаться. А потом решили с Вовкой дуротой заняться, да. Искали чип в паспорте. Резали его с Вовчиком, резали. Детка на кухню пришёл. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Дали ножницы в руки, паспорт порезать. Вот знаете, абсолютно не знают уже, что снимать. Уже хоть паспорт порезали, и то контент. Ноги тухлые, тоже контент. Круто! Нина, тухлый канал у тебя уже стал, а не ноги тухлые. Ой, намарафетилась, говорит, помылась, помылась. Новость-то какая, Нина, серьёзно, помылась. А чё кофту с таким засаленным воротником-то напялила? Вроде помылась, вонять же будешь снова. Вот нафига напяливать на себя вонючие? Кстати, ребят, воротник такой засаленный. И порыщи опять на лице. Ну, в принципе, походу они там и не выводятся, эти порыщи. Я как не гляну, так у неё кругом то жёлтое замазано йодом, то яркое. И просто они бесконечно. Одни она сжигает, другие появляются. Может, у неё уже просто от йода, что она бесконечно этим йодом мазюкает. Дальше прогулка. Да, прогулка. Я думала, они пойдут в спар ругаться, скандалить за эти ноги. Я не знаю, либо она там что-то сама напортачила с этими сроками и хоронила лишь бы где. Либо что. Ну, знаете, вот как-то не похоже на пиратку. Что-то она не пошла ругаться. Вот я, допустим, пошла бы с этими контейнерами, с этими наклейками. Если действительно по срокам ещё годные, ну, вонючие, ну, простите, тогда, ну, надо как-то этот вопрос решать. Но чё-то тут не ладненько, чё-то тут не ладненько. Нина два контейнера решила отдать собакам, да, а прикупить чё-то новенькое. Ну, и прогулка, очередная прогулка по Покровке. Какой-то там паренёк встретился им, который якобы прям обыскался пиратов. Шмынделял по Покровке туда-сюда, туда-сюда. Ждал, когда же появится звёздная Нино с тухлыми ногами. А она появилась, но без тухлых ног почему-то, а только с Вовкой. Да, с Вовкой, но паренёк не захотел сниматься. Ну, совсем не захотел. Нина не снимала его. Видимо, этому пареньку было стыдновато. Стыдновато с пираткой ещё и сниматься. Она же потом выложит на Ютуб. Он, наверное, ради праздного интереса подошёл. Ну, она же с камерой таскается. Но он её попросил не показывать. Ой, и в спар зашли, и там тоже подписчица. И я всё думаю, откуда они все берутся, что прям так хотят попасть к пиратке в кадр. Я, короче, ребят, в шоке. Такая прям популярная, да. Потом она рассказала про бомжа какого-то, которого там на Покровке гоняют. И к ней он что-то там подходил где-то. И то ли послала она его, послала вроде, то ли что. Нин, а чё так? А чем отличается ваш Покровский бомж от того, которого ты смотришь на Ютубе? И призываешь, что таких гнобить нельзя, таким надо помогать, донатить. Ну, в принципе, понятное дело, что ты его приравнивала к себе, да, импортного бомжа из Ютуба. Понятное дело. Ну, про травлю говорила, что нельзя заниматься травлей таких людей, нельзя их обижать. Ну, это то бишь, что тебя там тоже якобы травить нельзя, да. Ну, ты сама себя травишь, ты это, знаешь, уже отравила до такой степени, что никак не выводятся прыщи на лице. Так вот, да, этого можно посылать, да. А Ютубовского нет ни в коем случае. Надо донатить бабосы. И Нинке тоже до кучи. Ой, я прям про кучу вспомнила. Короче, ребят, ну чё, походили они по магазину, купили свежую курицу, да, гуляем, гуляем. Нас, говорит, знают здесь все. Там какой-то там рекламщик тоже. Ой, вы сегодня рано. Да, поприветствовал Нинку. Удивительно, ребят, удивительно прям. Наши пираты настоящие звёзды. Их там знают все. Это же надо было такому случиться и такой видос записать. То одни фанаты, то другие. Нинка прям уже боялась идти домой, говорит. Я уж прям не знаю, кого могу снова встретить. Я так устала от этих фанатов. Только успевай раздавать автографы. Короче, ребят, цирк уехал, а пиратов в Новгороде забыли. Ой, ребят, да, сценарии всё круче и круче. То тухлые ноги, то истерика по поводу травли, то истерика по поводу диеты. И всё каждый день одно и то же. Покровка, жрачка, истерика по утрам. Да, ну и крайне-крайне-крайне редко развод и скандал с любимым. Короче, тухлятина есть тухлятина. Сказать больше нечего. Пишите, ребят, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok